друзья полоса разрядки аккумуляторов вчера забыли габариты выключить на этой машине не знаю доедем до дбр или нет номера известная сейчас будут преследовать мне кажется страховку проверять опять но мы уже подготовлены в общем едем не каждый день увидишь такую машину на дорогах киева еще инвалид знак может а вперед там неровно немножко в маске человек все нормально есть информация с италии с первых рук это жесть там в общем расскажу позже парк вон сделали полный людей кстати люди проспект бажана тоже загружен принципе но тут всегда много машины днем и ночью сейчас едем в единственный серьезный супермаркет который открыт и кстати на них ведь и не распространяется я уже говорил не распространяется действие коронавируса одна из немногих евроблях я ездящих на сегодня было их просто какое-то нереальное количество видите что под эпицентром это жесть вообще просто все решили что-то строить или мыло покупать мыться непонятно но припарковаться непросто там карантин люди сказали греха процент кашляет чтобы было открыто вот маска нормальная мыло в продаже моющие людям надо мыться от вируса то что тут заразится миллионы людей ну то такое не страшно она у меня нормально живой идем людей посмотрите что творится борьба с вирусом просто людей какое-то нереальное количество наша тематика все работает всего валом до меняется время компакт дисков нету ну выходим отсюда работают полным ходом капусту рубят посмотрим что будет через пару недель я думаю можем подудивиться от этой движухи с италией такая информация сейчас расскажу чуть позже поют ремонт его на не с какими-то плинтусами ходят посмотрите на этот движ это просто ну да маски там одеты у кого-то ну это такое ну это даже у половины наверно не одета это жесть вообще ну еще еще не это ну вчера в вайбере там один умный не знаю кто это писал у нас группе то это заговор это бред для лохов для идиотов кого вы слушаете да конечно хотел бы я сейчас онлайн бы с италии запустить чтоб все русскоязычных населения это увидела там просто полная жесть просто полную жесть да в метро гораздо меньше машин все ремонты делают видно ну да свободное время удаленная работа можно делать то что сейчас заразиться там какое-то нереальное количество блин умеря температуру 36 и 3 у меня на входе какой-то дядька подходит говорит что там у меня 34 то ты на него наводит 34 так смешно было знает человек свою температуру заниженную видно до метро по свободнее людей меньше конечно то что нам надо нету судя по всему да свободненько тут так ну не вижу дисков ладно потом добавим главное доедем зафиксируем этот факт а там больше дальше разберемся по южному плотный поток или вторая половина уже в сторону права обычно меньше машины есть вода поднялась немножко в днепре компакт дисков нет нигде не в метро не в этом только в культоварах остались которые не работают которые в детстве ходил что давай про италию расскажем друзья из первых из первых из первых уст как говорится нашей подруги живет мама время в центре практически в ситуация просто жесть это то что но нам особо я не знаю род не рассказывают ну да не рассказывают рассказывают но так не не в красках не в полном объеме показывают а включить частоте видео покажем с телефона прямо со своей своего в общем в крематории кремировать время уже не не хватает просто мест чтобы вы понимали вывозят в регионы человек людей к заболевших забирают из дома с собой у них включите мобильный телефон и все больше ничего брать они не могут помещают в бокс прямо до следят за состоянием смотрят состояние ухудшается ну что уже критическая включают видеосвязь с родственниками они прощаются после этого блин рассказываю мороз по коже после этого их кримируют вместе с телефоном и ключами от квартиры и урны непонятно под вопросом еще сейчас решают вроде как то ли будут выдавать родственникам еще не решили до конца в общем там такая жесть просто да люди люди ходят не все боятся на какие-то пятнички выходят полиция их там как бы гоняет но в общем все зависит от того как люди это воспринимают как они от адекватности как они это понимают но это жизнь так этот маркет работает говорили работает что-то я не вижу вроде закрыт уже до машины есть но не так много короче полная жесть вообще что еще говорит у нее сам сосед сосед дедушка прокурор какой-то на восьмом десятке говорит пенсия у него такая что он просто может не то что не ходить он может двойную цену платить ему будут домой привозить и денег хватит говорит взял какую-то тачку пошел просто там ну сейчас что там еще какие-то факты рассказывала я забыл уже пока да нет кучу всего еще рассказывали то есть это не преувеличение люди реально в шоке просто и пика нет еще это еще не пик то есть нет никаких похорон ничего то есть попрощались по видеосвязи по ну сейчас слава богу хватает этих пошел человек да ему ключи только можно взять и мобильный потому что вдруг выздороветь чтобы мог домой попасть больше ничего брать нельзя до оснащения включи включи есть на телефоне на своем не то видео какое то есть такой из центра поток есть машин дача и по врачам кстати 14 врачей умерла им явно не по 70 лет то есть статистика разная 29 лет парень умер так что ну и процент какой был в китае там 3 до 3 до или меньше 3 какой-то небольшой был совсем процент заболевших умершну заболевших и процент умерших был небольшой в италии до 10 до в италии в италии до 10 поднимается к 10 процентам вообще что такая-то какая-то жесть просто понятно что не из жителей италии умерла 10 процентов из заболевших да да ну конечно не все понимают да еще вспомнил тут пару моментов симптомы никак не проявляются то есть люди нормально себя чувствуют нет никакой температуры то есть где-то дней пять вообще может быть с момента как вы заболели ничего не проявляться потом просто резкое ухудшение потом летальный исход то есть вообще просто жесть ну и врачи говорят там вот у нас что-то там пытались рассказывать что она там похоже на грипп какой-то говорят вообще не похоже по-другому совершенно организм реагирует все по-другому и ну и соответственно результаты другие и лечения и последствия в общем полная жесть то есть ничего ничего не понятно то есть вы заболели а вы об этом не знаете вот так оно происходит хорошо себя чувствуете никак это не проявляется ходите бродите ну и точно так же кто-то из знакомых может быть больной вы с ним общаетесь в общем жесть даже как это остановить я не знаю как они это остановят там просто какие-то масштабы уже нереальные какие-то будут еще ужесточать меры у нас обещали то ли завтра то ли в понедельник чрезвычайная чрезвычайный стану вести посмотрим пока пока все безобидно а еще в начале января люди умирали от непонятных кстати в восточных областях в зап в западных областях не восточных западных областях ну как-то это так про на обычную пневмонию списывали хотя это была не явно не она судя по всему улица саксаганского но тут обычно людей больше так так спокойнее сейчас так но мы доехали заедем зайдем напишем что-то как и что он же до вокзал сзади центр города людей немного забыли бумагу организация бедновато еще не раскрутилась все закрыто ходим купить два листа 4 и их нету нигде все закрыто просто не ксерокса уже где-то в продуктовом ксероксу ряд ли да так достаточно пустынно это пятница сегодня но интересно тогда бери внутри я еще потом покажу стоит ящик в него говорит про написано можно бросать сейчас тут спросим если они наверное не работают можно бросать заявление телефон написан можете позвонить естественно не работает это принципе нормально закрытая линия магазинная працюэ да в общем а вот что то есть какой то магазин сейчас спросим здесь так тут тоже ничего нет такая простая проблема чем-то еще и сегодня столкнулся ходил искала ну и диски что только что искали чтобы записать жесть вообще в общем приедем в понедельник наверно бар караоке все закрыто давайте я порадую не жители украины названием улицы вам понравится наверно см на петлюры так мы по ней бродим это ботанический сад вот здесь вверху метро университет чуть выше справа кассы железнодорожная прямо за спиной вокзал такая тут оживленная вообще улица обычному дбр находится сама на петлюры 15 чуть внизу так ну чувствую бумагу мы не найдем вот простые уже проще бумаги ничего нельзя но когда все закрыто вот турфирма закрыта наверно тоже да но похоже никого да ничего не светится такое надпись интересное укрытие бомбоубежище так продуктовый открыт но там ничего нет тут как красиво вот и автомобильная тематика рядом кусок волги все все едем назад да ну за три дня изменения видны я думаю позавчера тут было совсем не так обычно тут не проедешь тянучка в ту сторону вокзала такая плотная причем вон эти интеллектуалы на приусе едут прекрасная девушка скрета банка дала два листа бумаги сейчас осталось найти ручку что-то мы слабо подготовились там ручку мы не видели там так чтобы не писали лишнее я бумагу написал вот так это все внутри выглядит мраморе турникета вот этот ящичек что я говорил в который бросать информация бумаги нет ручек нет диваны кожаные есть мрамор добрые люди дали бумаги дали конверт тоже пишут сейчас бросим не знаю посмотрим как это работает указал адрес адрес номер патрульного автомобиля сейчас конверт бросаем и поехали всем пока спасибо протестируем систему все было непросто все очень просто да ну в принципе спасибо до свидания люди помогли дали конверт ручку все вон он вокзал который войну пережил были людей еще меньше стало на улице машин тоже я не удержался включил камеру сейчас тест количество машин киеве ключевой тест мы едем по дружбой народа вот с этого места уже все стоит а сегодня пятница смотрите никого нет ну как едут машины но здесь не едут здесь ползут просто очень медленно даже по полосе общественного транспорта ломятся вот вам показатель это сейчас минимум блин раза наверно в два-три машин меньше я думаю раза в три наверно вот так все поменялось уже надумал совсем не есть чуть чуть машины но все равно меньше где-то в два раза точно для пятницы это не не пробка вот и причина пробочки рога поправляют две полосы из четырех работают да да для такого времени это не пробочка это вообще никого нет просто в пятницу это но там где мы выехали там уже стояли есть